Молодежная избирательная комиссия по замыслу разработчиков программы электоральной активности в России должна заниматься пропагандой демократии и привлекать молодежь к участию в любых выборах. Сразу оговоримся, члены молодежного избиркома не пополнили ряды чиновников, работа эта общественная. Но у волонтеров по статусу будут вполне реальные задачи, главная из которых, разумеется, помощь старшим коллегам. Республиканской избирательной комиссии в контактах с молодыми избирателями. Полномочий вообще девять, есть и достаточно ответственные. Члены молодежной избирательной комиссии примут участие в выборах органов школьного самоуправления, которые в соответствии с молодежной электоральной концепцией также подразумеваются единый день голосования по всей стране, когда будут избираться органы школьного самоуправления. Называется даже и примерная дата таких выборов через неделю после единого дня голосования на настоящих выборах. Добавим, что по принципу школьных выборов будет избираться и студенческое самоуправление в техникумах и вузах. Их организацией также займется молодежная избирательная комиссия. В ее составе десять человек. Кандидатуру утвердили старшие коллеги. Рекомендовали они и будущего председателя молодежной избирательной комиссии. Это Сергей Сериков был выдвинут региональным представительством ДОСААФ. Он имеет большой опыт участия в избирательных кампаниях, был доверенным лицом кандидата, наблюдателем на участках, уже расставил для себя приоритеты в будущей работе. Мне кажется, что молодежная избирательная комиссия в своей работе должна вести просветительскую деятельность, объяснять молодым людям, почему необходимо идти на выборы, почему необходимо проявлять свою гражданскую позицию, участвовать непосредственно в конституционном праве, избирать власть и быть избранным и в органы местного самоуправления, и в органы регионального уровня, в органы власти, и, соответственно, даже в Государственную Думу. Первое организационное заседание молодежного избиркома пройдет в ближайшие недели. На нем должны избрать председателя. Кандидатура единственная, которую по положению представляют старшие коллеги. Так что исход голосования практически предрешен. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.